Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FX Pro» и с нами сегодня аналитик компании FX Pro Александр Купцекевич. Александр, приветствуем вас! Здравствуйте! Как вам сегодняшний день? Что интересного? Какие идеи? Ну, я так скажу, вчерашний день был очень такой неожиданный для меня, неожиданно, так скажем, неспокойный. И по фунту, по вашему любимому, мне кажется, есть что обсудить. Да, давайте посмотрим, мы готовы торговать вместе с вами и зарабатывать на вашем таланте. Так, ну давайте попробуем. Так, я включу сейчас свою презентацию. Давайте. Видим хорошо. Ну так вот, для начала такая краткая сводка дня, да, что мы имеем. Экономический календарь на сегодня загружен, ну так, как я оцениваю, средненько. Здесь и количество данных, и их важность. Вчера, например, он был ближе все-таки к очень высокой занятости, был такой довольно загруженный. Но сегодня уже чуть-чуть так, полегчало. Сегодня тема дня – это данные по инфляции. Выходят данные по инфляции в Британии. Они вышли, но, к сожалению, я их не увидел, пока готовился к презентации по Британии. Потом скоро будут данные по еврозоне, потом Канада. Так что сегодня инфляция на дня. Мы, так скажем, в конце дня получим такую общую... Происходит потребительская инфляция в целом мире. Чуть-чуть раньше, на прошлой неделе выходили данные из Штатов. Так что в целом, так скажем, будет нам понятно, что происходит. Наш индекс волатильности на валютном рынке, он подрастает. Но это благодаря движению накануне. А при этом волатильность на фондовых площадках, она остается низкой. Она, вот смотрите, индекс викс на 12,86 плюс 1,42% – это очень мало. И она близко к нижней границе того, что мы видим за последний год. Как правило, волатильность низкая, рынки растут. То есть, когда рынки растут, трейдеры не ждут особого какого-то движения в будущем. Но здесь, я боюсь, что здесь это может быть некий такой ложный сигнал, потому что рынки до этого очень хорошо отросли. И сейчас вот столь низкие значения – это может быть сигналом того, что все-таки грядет разворот. И вчера мы видели вот такой вот нырок индексов. Но об этом поговорим чуть-чуть попозже. Так, по поводу клиентских позиций. Клиентские позиции, да, за счет того, что евро падает, фунт падает, у нас те, кто стоял в коротку, позакрывали их, и остались те, кто стоит в долгую, либо рассчитывает на отскок. Так что вот и по фунту такая же история. Вот по-прежнему очень много. Я посмотрел еще дополнительную статистику. Есть такой подобная вещь – соотношение длинных и коротких позиций по всем клиентам, кто использует C-трейдер. Не только наши, а и в других компаниях. И там примерно схожие данные 80 на 20. То есть это очень много. То есть по фунту остались те, кто либо держит убытки, либо те, кто рассчитывает отработать отскок. Здесь нужно быть осторожным для тех, кто торгует внутри дня, для тех, кто краткосрочно торгует, потому как сейчас фунт на многомесячных минимумах. Но в целом, да, мне кажется, он перепродан, но об этом чуть-чуть попозже. Золото стабилизировалось, оно топчется чуть-чуть выше, чем 1400, но откатилось от максимумов. Среди валют пользуются спросом одни сырьевые, новозеладский, канадский доллар, а другие сырьевые, такие как ZAR, они снижаются. То есть рынок уже не так четко настроен на покупку доллара или продажу доллара. То есть рынки уже как-то пытаются взвесить того, что они видят. Вот собрал некую историю по индексу волатильности. Вот обратите внимание, то есть вот этот вчерашний такой день, скачок небольшой, но в целом значения очень низкие. Это все равно, ну, так скажем, рынок в летней такой, что ли, спячки в целом. Да, здесь не только фунт, конечно, но в целом в летней спячке. Вот более полная картина по клиентским позициям и по тому, как изменялись валюты. Вот обратите внимание, вот эти, это валюты развивающихся стран, уже часть из них фиксируются, распродаются. И это сигнал к тому, что рынки все-таки, так скажем, настраиваются на осторожность. Среди данных, да, что я хотел обсудить. Розничные продажи в США вчера вышли довольно хорошими. Здесь по графику, конечно, не очень видно, да, что прирост на 0,4% это очень хорошо. Но обратите внимание, 4 месяца подряд продажи розничные в Штатах растут. При том, что все говорят о том, ну, как бы, о необходимости смягчать политику, о том, что грядет кризис в Штатах и так далее, и так далее. По крайней мере, потребители этого не видят и продолжают покупать, и их это не касается. И здесь выступает, ну, так скажем, позиция ФРС, да, и других центробанков. Ну, так скажем, некая двойственная. И тут, я думаю, что стоит присмотреться к тому, не прогнулся ли Федрезе под Трампа. Все-таки, чем больше я наблюдаю за этим, тем больше мне кажется, что они, конечно, делают вид, что не прогнулись. Но фактически, да, так скажем, прислушиваются к президенту страны и побаиваются его. Поэтому смягчают свою политику, придумывают неких каких-то врагов внешних. То есть внутри хорошо, отчет по занятости в Штатах очень сильный, рыночные продажи сильные, потребительская инфляция выше ожиданий. Это все мы получили в течение двух недель. А Федрезерв говорит, да, повышаются шансы того, что ставку мы будем снижать уже сейчас. И более того, вчера выступал Эванс, это тоже влиятельный член Федрезерва, и он сказал, что эта ставка может быть снижена и на 50 пунктов. И опять это все какие-то внешние враги и общее глобальное замедление. Но вот обратите внимание, рыночные продажи в Штатах хорошие, данные из Китая, лучшие ожидания по инфляции данные, тоже лучшие ожидания и так далее, и так далее. То есть целый ряд хороших внутренних данных, и где этот враг у ворот, мне кажется, он скорее надуманный, по крайней мере пока. Но, тем не менее, нет дыма без огня, поэтому тут все-таки на рынках я призываю быть более осторожными. Единственное место, где есть проблемы, это бизнес настроение, экономические настроения в еврозоне, в частности Германия, которая очень завязана на экспорт в Китай. И в целом по еврозоне отмечает именно резкое ухудшение деловых настроений последние два месяца. Вот обратите внимание, как резко упал этот индекс. Его публикация была вчера, она вышла опять же хуже ожиданий. И это, так скажем, более весомая причина для европейского центробанка снижать ставку, чем эта же причина у ФРС. Ну, так или иначе, давайте теперь перейдем к такой более технической картине. Данные из Штатов, мы помним, вышли хорошие, данные из Европы плохие. Здесь формально, закономерно видеть, что евро провалился к 1.12, но если смотреть на динамику внутри дня, то там видно, что евро продавали вслед за фунтом и, так скажем, без оглядки на статистику. Пока статистика не имеет особого значения, но я вас призываю, так скажем, не расслабляться, потому что в какой-то момент все вновь заговорят, что данные плохие, данные имеют значение и так далее. И, может быть, как раз таки это все будет влиять на настроение по монетарной политике. И чем ближе к концу месяца мы подходим, тем важнее будут эти данные. Напомню, 25 числа, по-моему, будет заседание ЕЦБ, то есть 29-30 будет заседание ФРС и 30-го ФРС, как ожидается, снизит ставку. И посмотрим еще, стоит посмотреть на комментарии поставки. И со стороны технического анализа здесь важно отметить, что отметка 1.12 – это такой вот краткосрочный уровень поддержки. С начала июня пару выкупают на снижение к этому уровню, но тем не менее сейчас мы видим общий такой настрой на тягу в доллары. И поэтому, я думаю, нужно присматриваться к тому, как поведет себя пара на падении к 1.11. Так, дальше по Британии. Вот смотрите, фунт вчера резко упал и провалился, ну так скажем, четко опустился ниже 1.25, упал даже под 1.24 на всякий случай, так чтобы с запасом. И сейчас он торгуется ниже 1.24, здесь вот это, но при этом, смотрите, дивергенция пока еще сохраняется. Здесь даже, наверное, уже следует перерисовать вот эту линию и когда сформируем свечу, надо будет, наверное, этот наклон сделать еще более крутым. Но при этом импульс снижения уже не такой большой, то есть продавцы становятся более осторожными. Если для тех, кто торгует внутри дня, я понимаю, таких большинство на валютном рынке, те, конечно, должны обратить внимание, что сейчас фунт на минимумах за 27 месяцев, то есть больше, чем за два года, это важно, то есть вот эта вся область, это, так скажем, непроторгованная область, вот вплоть до 1.21, да, эти все уровни, их давно не было, и падение стерлинга может усиливаться, так как все больше и больше трейдеров будут, скажем, отбрасывать свои планы на отскок и подключаться к продажам. Кого-то даже просто, наверное, будет выбивать по маржин колу или стоп-лош у крупных фондов. Поэтому смотрите за эти уровни, но для тех, кто смотрит чуть-чуть на более широкую перспективу, мне кажется, им следует понимать, что вот эти значения между 1.20 и 1.25, это те уровни, где фунт торговался, когда был максимальный накал страхов вокруг Брекзита, и сейчас все-таки накалы больше, ну, так скажем, имеют такой импульсивный характер, потому как Борис Джонсон, который лидирует в гонке на то, чтобы стать премьер-министром и такой поклонник жесткого Брекзита, он все-таки, я думаю, не настолько, ну, так скажем, я представляю его себе как аналог, британский аналог Трампа, то есть на словах очень резкий, но фактически человек, который может объяснять свою позицию и действует не столько категорично, как первоначально звучит. Так что здесь, смотрите, для тех, кто настроен на долгосрочный, будьте осторожны, потому что вот за столь резкими спадами фунта, да и вообще на любом рынке, вот как вот свеча была там в начале года и подобное, как и было вчера, может быть отход, и очень часто бывает так, что просто это движение, чтобы вынести последних, так скажем, лишних людей и развернуться в сторону роста. Про нефть. Теперь еще один интересный момент, это нефть. Несмотря на то, что рынки продолжали расти, нефть потеряла свою тягу к росту в последние дни и развернулась к снижению, это снижение усилилось. И вот по WTI очень такой вот важный момент, это такая вот территория бычьего рынка. Бычьи рынок, это такая условная граница 20% от минимумов локальных. От этого минимума прибавляем к ним 20% и получаем некую территорию бычьего рынка. Это означает, что рынок растет и движется дальше, и в целом будет позитивная динамика и далее. Но вот как раз на границе на этой WTI получила серьезное сопротивление. Так совпало, что это территория, также это область локальных минимумов мая. И вот не пустили выше, давление усилилось. И сейчас такая борьба за 200-дневную среднюю, за 50-дневную среднюю падение ниже. Это будет четкий сигнал к тому, что большой длительный тренд на распродажу нас ждет. Вот почему я так смотрю на 200-дневную среднюю по нефти. Вот обратите внимание, в предыдущие моменты, когда 200-дневную взяли с сильным движением. Вот было в мае, нефть еще долго и резко снижалась. Вот было в октябре, в самом конце октября. Преодолели, попробовали вернуться выше, не получилось. И было долгая и нудная распродажа. Вот получилось. И разворот в сторону роста, отскок. То есть сейчас важный момент. И здесь я все-таки на стороне медведей в данном случае. Вот почему. Потому что есть другая нефть, бренд. И здесь бренд не пустили выше своей 200-дневной средней. И здесь вот как раз таки распродажа после попыток роста выше. Как и в ноябре, в октябре прошлого года. В ноябре прошлого года, если быть точным, нефть уже снижалась. Но она тогда вот здесь снижалась вслед за общим рынком, за страхами перед ФРС. А дальше администрация Трампа заговорила о том, что они дадут послабление против санкций относительно Ирана. И вот сейчас, опять, в этот критически важный с самой стороны теханализа момент, администрации заговорили о том, что могут смягчить свои требования к Ирану. И это отправило нефтью вниз. Одновременно получили данные о том, что запасы снижаются не так сильно. Эти данные еще нужно подтвердить официальной статистикой. Пока это только от независимого института. Но тем не менее. И еще плюс момент такой, что в июле очень часто нефть разворачивается к снижению. Здесь, так скажем, подготовка к высокому сезону отпусков, когда вся Америка, вся Европа садится на машины, в самолет и начинает ездить и активно потреблять бензин. Эта подготовка окончена. И теперь запасы, так скажем, более склонны расти. И вот в этот период нефть очень часто снижается. Ну и еще один момент. Биткоин ниже 10 тысяч. Ночью его таки продавили. Какие-то попытки отскока были. В предыдущие дни они не увенчались успехом. И вот мы видим, что день за днем, несмотря на какие-то консолидации, отскоки, биткоин продавливают вниз. Опять была новость, из-за которой его попродавили. Но, тем не менее, рынок может по-разному реагировать на одни и те же новости. И здесь давление было связано с тем, что Конгресс США прямо жестко критиковал Facebook. И сказали, что Facebook делает ошибку и плохо относится к персональным данным и так далее. И что Facebook ведет себя очень плохо. Это касательно в том числе и Libra, и переводов денежных, я имею в виду. И всего-всего-всего. Так что это плохо для крипто-сектора в целом. То есть, так скажем, это сигнал того, что просто так чиновники не отдадут ключевую роль доллара никому другому. Ни Facebook, ни кому-то еще. Так что вот здесь биткоин получил, так скажем, заслуженный ожидаемый удар. И теперь смотрим на 50-дневную среднюю, провал ниже может стать сигналом к дальнейшему снижению пока же. Несмотря на вот этот тренд, это пока все еще коррекция, не какая-то большая распродажа. Все еще достаточно много тех, кто купил пораньше. И теперь аккуратно выходит, да, реагирует на новости и так далее. Но все-таки без каких-то экстремальных провалов. Так, ну на этом у меня все. Основное читайте нашу аналитику на FXT. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. И я готов выслушать ваши вопросы. Хорошо, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Александр, у меня вопрос в связи с темой биткоина. Сейчас обсуждается этот рост биткоина за последнее время особенно. Связывает многие с либрой все-таки. Как только остановили либру, начали критиковать, то как бы и все развернулось, в том числе и биткоин. На ваш взгляд, вот вы внутренне относите вот этот рост криптовалют за последнее время именно к либре? Или может быть еще какие-то были другие важные движущие факторы позади этого роста? Ну, вы знаете, дело в том, что этот рост по криптовалюте, он начался намного раньше, чем публичный. Вот появились какие-то вот это вот последние серии новостей по либре. То есть сперва появились покупатели, это потом уже либра присоединилась в сторону и помогла сделать вот этот новый виток роста. Именно самое последнее движение, вот этот вот скачок в конце июня, вот он уже связан с либрой. А до этого вот этот рост от трех с лишним тысяч, нет, это уже были те люди, которые вот сказали себе, все, хватит, биткоин отпадал, криптовалюты отпадали, можно брать, уже достаточно привлекательно и так далее. Вот они так, но до сих пор есть вопросы, есть ли смысл в биткоине выше 10 тысяч. Я не имею в виду, конечно, какие-то глобальные вопросы, есть ли смысл вообще в нем, да, а вот не слишком ли дорого. Поэтому 10 тысяч, это все-таки важная планка, я думаю, она еще какое-то время побудет с нами. И здесь, ну, так скажем, будет уже, да, движуха зависит от новостей. Я понял. То есть вы 20 тысяч по биткоину не видите? Это будет, наверное, но намного позже. То есть это не вот продолжение одной волны, то есть это не в декабре, так скажем. Я понял. Ну, я, кстати, смотрю, что появляются уже инструменты на американском рынке. Покупка колов, значит, с целью, там, будет ли биткоин 100 тысяч долларов в декабрю 20-го года. Такие опционы уже появились. Я буквально вчера... Они, наверное, дешевые. Да, да. Я вчера буквально прочитал, у меня сам факт, я как бы даже цену не досмотрел, мне сам факт удивил. Думаю, ну, надо же уже 100 тысяч долларов. Такой тонкий-тонкий такой пиар идет, маркетинг. Ну, посмотрим, да, я согласен. Ну, то есть ваш подход к биткоину 20 тысяч будет в нашей жизни, но не в декабре. Я понял. Ну, да, 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 не в этом году. Я думаю, что сейчас, вот после вот этого вот ралли с 17-го года, вот движение по биткоину, оно будет более размеренно. То есть, да, есть рывок какой-то, но, так скажем, стало намного больше тех, кто имеет продать биткоин. Те, кому уже есть, что продать. И это важно. Ну, так скажем, это будет портить общий настрой. Но в целом, знаете, если биткоин будет вести себя вполне, ну, так скажем, сдержанно, то это пойдет на пользу всему крипторынку, потому что тот инструмент, который растет, он просто лежит в карманах у инвесторов и, ну, так скажем, не продвигается на рынке. Он не получает распространения. Купил и забыл. Вот это не то, что нужно криптовалютам сейчас. Поэтому, как раз-таки, стабильность, да, это то, что, ну, вот, то, что пойдет на пользу в целом рынку. Я понял. Мне вообще кажется, что на крипторынке вот эта стратегия фондового рынка Уоррена Баффета, купил и держи, она, знаете, происходит, она происходит случайно, когда люди забывают пароли от криптокошелька. То есть, признаться стыдно, а купил и держи, это объяснение. И хотел бы продать, да не может. Ну, это же обычное дело, Господи. Сколько, если вспомнить, сколько мы с вами паролей попотеряли в свое время, то сказали, забыли, ой, особенно от имейлов, так это не дай бог. Вот. Ясненько. Спасибо, Александр, вам за ваш дар по криптовалюте. Я вот вижу за вашей стеной слева вверху, слева от вас, большой плакат FOR, что-то там. А что это за плакат? Что это? FOR SPEED. А, это именно что-то связанное с гонками, да? Да, да, да. Я понял. Чей-то слоган, наверное, да? Я понял. А вы приняли, FX PRO принял как бы это в качестве своего слогана или просто это такой элемент дизайна? Это, ну, как бы один из наших слоганов. То есть периодически у нас появляются какие-то слоганы, так, и вот это один из этапов. То есть были такие слоганы, были там торгуй разумно, вот такие вещи были. И вот исполнение это все и так далее. Я понял. Я предлагаю следующую маркетинговую кампанию назвать моим любимым лозунгом «Да здравствует плюшка с творогом». Хорошо, я передам. Этот слоган будет пользоваться огромной популярностью, а мы с удовольствием будем его продвигать. Александр, спасибо вам большое за ваш обзор. Очень интересно. Желаем вам успешной торговли на рынке и хорошего дня впереди. Всем тоже хорошего дня. Успехов в торговле. Спасибо. До встречи. До свидания. Продолжение следует...